Девушки отдыхают Потому что мало кто Кому интересна точная хронология Хотел бы об этом слушать Стэн Ли большинству известен как, скажем так, продюсер Как фигура вроде Уолта Диснея Какой-то дяденька, который когда-то в далекие годы что-то там поделал А потом всю жизнь стриг купон из того, что когда-то поделал Ну и как человек, который снимался во всех гиг-фильмах, на которые вы ходите в кинотеатры И, как правило, люди знают его именно в этом качестве Потому что это такая легендарная фигура То есть вот на заре времен, на Олимпе сидя Он был богом комиксов И вместе с другими богами создавал там людей, персонажей И вот насоздавал, а теперь мы его снимаем, потом он умер Вот, в принципе, какая биография Стэна Ли для большинства людей на свете Ты щелкни слайдом А вот такого Стэна Ли видели немногие Потому что все привыкли, что он такой с усами и старенький А здесь он еще совсем не старенький Это Стэн Ли в 50-е годы Карьера Стэна Ли началась в 40-е Когда он, будучи 18-летним юношей Оказался в издательстве своего родственника Мартина Гудмана У Стэна Ли были многочисленные и не очень приятные обязанности Выносить мусорные корзины, точить карандаши Ну, то есть, когда обычно заходит речь про вот этот вот фрагмент жизни Стэна Ли Всем кажется, что человек получил работу по блату То есть так, как работу по блату получают у нас То есть ты приходишь, ты мертвой душой приходишь в офис Там не появляешься, тебе платят деньги Здесь была ситуация обратная Когда на работу берут человека, с которым можно не считаться Потому что он родственник, никуда не денется с подводной лодки, по хорошему счету Ну и вот представьте себе Вот этот вот человек, скиньте 10 лет Тут ему 20 с лишним, почти 30 Но представьте, что ему 18 Он приходит в офис, где сидят мрачные люди На пару лет его старше, рисуют А ему хочется действовать Он чувствует в себе актера Он чувствует в себе великого писателя Он чувствует в себе великого музыканта У него есть такая дудочка, Акарина называется И он на ней постоянно играет песенку Янки Дудль Чем бесит всех остальных Развлекает всех, все на него смотрят Потому что там работают Иногда он залезает на шкафы, как Кинг-Конг Иногда хлопает дверями туда-сюда А там работают художники комиксов Это люди, которые занимаются одной из самых Ну по сей день неблагодарной работой на свете Потому что там еще хорошо Потому что, как правило, в художники комиксов Брали отбросы Вот представьте себе, есть некая профессия В которую из всего вашего художественного мира Берут отбросы Нормальные художники рисуют рекламу Стрипы для хороших газет Карикатуры в какие-то политические издания И вот на самом дне вот эти подонки Во всех смыслах слова они рисуют комиксы И вот эти вот люди, которые знают, что они подонки По праву того, что они пришли на работу И вот между ними бегает молодой Стэн Ли Играет на окарине Следующий слайд сделай Ой, какой интересный след Мы в принципе можем просто крутить То есть ты редактируешь То есть ты решил комикс сейчас сделать из этого Я могу В одном офисе со Стэном Ли Работало двое хмурых Хмурых молодых людей Один из них был высокий А другой из них был низкий Оба они были евреями Ну и как собственно и сам Стэн Ли Стэн Ли вовсе не зовут Стэн Ли Просто многие начинают думать, что он кореец Стэн Ли, ну кореец Нет, он еврей, звали его Стэн Ли Мартин Либер Он взял себе псевдоним Стэн Ли Когда начал работать в комиксах Чтобы ну не очень позориться Потому что он хотел стать серьезным писателем И подписывать свои серьезные писательские работы Как Стэн Ли Либер Вот такое серьезное имя для писателя А комиксы можно подписывать просто имя на две части Имя Стэн Ли Как в покемонах, когда эволюционируешь Абра, Кадабра Вот так вот И одним из этих молодых людей Здесь он уже достаточно немолод Был Джек Кирби Он не сильно отличался, когда был молод Да, Джек Кирби рос в ярости Жил в ярости, умер в ярости Вся жизнь его прошла в ярости Рос он в неблагополучном районе В Нью-Йорке тогда не было благополучных районов В многодетной семье Звали его не Джеком Кирби Звали его Джейкобом Курцбергом По-русски Яковом И дома его звали Яковом Вот, родители все удивились Где же Яшка? Яшка бегал по улице Вот, связывался Его интересовали две вещи в истории Это искусство и банды Потом он соединил искусство и банды Мы сегодня об этом еще тоже поговорим Так вот, представьте себе Что вы живете на улице Вы еврей и вы мелкий Ну, в смысле, невысокий Но при этом в вас живет ярость И самое главное Огромное, вот это вот Непогашенное чувство справедливости То есть это был человек Который испытывал несправедливость По отношению к себе Постоянно Видел несправедливость По отношению к другим И пытался с этой несправедливостью бороться Проблема в том, что у него не было средств Чтобы бороться с несправедливостью И это он спроецировал на свое творчество В издательстве Мартина Гудмана Которая тогда называлась Таймли Кирби вместе со своим другом Джо Саймоном Делал комикс про Капитана Америка Ну, все знают, кто такой Капитан Америка Все более-менее видели фильм Комикс про солдатика Хиленького Которого подвергают эксперименту Солдатик становится сильным А тут начинаются отличия от фильма Солдатик остается последним Кому ввели сыворотку суперсолдата Потому что ученого, который разработал сыворотку, убили И, значит, тайно его отправляют в военный лагерь Чтобы он в этом военном лагере, собственно, служил Никому не сообщили, что он суперсолдат Просто иногда он надевает костюм Цветов американского флага Берет щит и идет драться Потом командование узнает, что он где-то в самоволке был И его сажают на гаупт-вахту У него есть друг Сын полка Ну, то есть воспитанник части Давайте говорить современными терминами То есть есть мальчик Он шляется по части Его там солдаты воспитывают Представят все вещи Каким он вырастет Вот зато мудрым будет Много, знаете, прибауток Знает, как кантик делать молодой Вот, наверное, вот так вот ходит, гуляет Заходит в палатку Там молодой человек переодевается В костюм капитана Америки Ну, представляете себе уровень отношений То есть просто мальчик может зайти в палатку Ко взрослому мужику И увидеть, как тот переодевается И напроситься к нему в напарнике Парадоксальность ситуации была в том, что Ну, Стив Роджерс становился капитаном Америка А его напарник Баки становился Баки Ну, потому что, а кто знал Баки? Он что в маске, что без маски В принципе, одно и то же лицо Ну, ребенок и ребенок Американские дети одинаковые Особенно в комиксах Бизнес, скажем так, оно пошло из Соединенных Штатов Потому что от Соединенных Штатов капали большие деньги Там было много людей, которые разделяли все эти идеи Евгеника фактически пошла из Соединенных Штатов И там нацистские партии, например, устраивали свои митинги в Мэдисон-Сквергарден То есть сейчас там концерты Ну, представляете, в России нацисты собирают государственный концертный зал России Кремлевский дворец Кремлевский дворец Мы сейчас договоримся Так вот, настроения в обществе были ужасные А эти-то ребята, естественно, имели родственников в Европе Им приходили сведения о том, что там вообще на самом деле происходит Потому что для американцев режим Гитлера был развлекательным Вот вам Олимпиада Ну, тема для новостей В кино сходить, новостной сюжет увидеть Ага, интересно Ну, обывательское вот это вот отношение Мне не важно, что происходит в других странах Для евреев Кирби, Саймон, это была жизнь Это была угроза, которую они чувствовали И боролись как могли Но Кирби все воспринимал на своем вот уличном уровне Для него Гитлер был очередным гангстером Который подавляет всех, кто меньше его Как подавляли самого Кирби в детстве большие мальчишки И когда комикс начал выходить Естественно, нацисты были Ну, не то чтобы не в восторге, они были в ярости Джо Саймон вспоминал забавный случай Как однажды он стоял около редакции Ну, может быть, курил, может быть, нет Кто его знает, что он там делал Просто стоял около редакции Остановился автомобиль И человек решил плюнуть в Джо Саймона Но человек забыл открыть окошко своей машины В другой раз... Нацист Это был резонанс на всю страну Но Саймон с Кирби облажались Они договорились с Гудманом Что когда-нибудь он им даст много денег А индустрия комиксов устроена так Что один популярный журнал Кормит все остальные непопулярные журналы Поэтому своих больших денег обещанных Они могли ждать до морковкиного заговора Они этого не знали Они думали, что им действительно сейчас дадут много денег Но когда они поняли, что надо подождать Пока эти деньги разойдутся везде И до них что-нибудь доползет когда-нибудь До этого момента им надо подождать Поэтому они решили, что они не будут ждать Они же такие классные ребята Поэтому они поработают налево Вся редакция знала, что в обеденный перерыв Кирби и Саймон работают налево Более того, это знал маленький Стэнли Либер Ну, как маленький 18-летний Лоб Который однажды, как баки Капитана Америку Он их запалил и сказал Ребята, а можно с вами? Они сказали, конечно, можно Конечно, можно Так вот, вся редакция знает Все знают И в один прекрасный день Гудман вызывает к себе Саймона и Кирби И говорит, все, чтобы духу вашего больше здесь не было Вы себя не оправдали Джо Саймон воспринял это нормально Потому что он уже договорился с DC Он, ну то есть, представьте себе Все реально знают, что вы гоните Ливак Вы облажались, вас спалили Более того, вас Очевидно, вас не стал бы палить человек Которому это было бы невыгодно Но Поскольку Джек Кирби знал, что у него он имел нюх на несправедливость Он решил найти несправедливость в ситуации, в которой его справедливо турнули за то, что он гнал Ливак Он нашел виноватого, который, по его мнению, на него настучал Мальчика с дудочкой И долгие годы Джек Кирби мальчика с дудочкой очень-очень не любил Мальчика с дудочкой пришлось оставить Более того, его поставили на должность редактора И если вы думаете, что это было потрясающее повышение, вовсе нет Ему за те же, фактически, ну там чуть-чуть зарплата повысилась, но у него вырос круг обязанностей в миллионы раз Но на его счастье, вот представляете, это бывает иногда как счастье На его счастье случилась Вторая мировая война И он смог уйти в армию Где его взяли служить в отдел пропаганды Рисовать карикатуры, учебные мультфильмы для солдат, как не заразиться венерическими заболеваниями И вот всем прочим И Стэн Ли продолжал писать комиксы для издательства Таймли И даже пользовался для этого своим служебным положением, служебной почтой И однажды его посадили на гауптвахту за то, что он вломился в полковую почту Чтобы положить туда письмо в неурочное время Здесь мы хорошо видим, насколько сильно отличается вообще жизнь Ли и Кирби Потому что Кирби тоже призвали в армию На него посмотрели И отправили в Европу Воевать Во Францию Вот такого вот Да Как это выглядело со Стэном Ли? Малец, чем занимался на гражданке? Комиксы, сэр А, молодец, будешь рисовать у нас плакаты Как не заразиться венерическими заболеваниями И большие проблемы у нас в лагере Да, сэр Моей жене не говори Вот Проходит время, в это время в Европе В это время в Европе вот Джек Кирби Фамилия рядовой Курсберг 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 Это ты, это, Капитана Америка рисовал, да? Это что, ты хочешь мне сейчас сказать, что потому что у тебя звездочек на погонах больше Я должен пойти рисовать твой портрет, да? Ну не совсем портрет, вон видишь вражеские укрепления Вот ты мелкий, тебя может не заметят, ползи и зарисовывай То есть один человек получил себе хорошую работу А Кирби получил самую опасную должность на фронте, которая только вообще может быть Причем, ну правда, то есть он там чуть не погиб, потому что с ним были герои То есть у вас, представьте себе, разведодряд Вы идете смотреть, что там у немцев И один такой А, немцы, а давайте их убьем У меня есть одна граната И потом Сутки вы бежите от немцев по лесам Потому что они вас догоняют Ты зарисовываешь все это время В конце концов Кирби чуть не отморозил себе ноги В последний момент ему все-таки решили их не ампутировать И он все-таки под конец кампании вернулся в Америку Чтобы продолжать рисовать комиксы Стоит отметить, что между Таймли и Войной У него еще была работа в DC Где он сделал еще один журнал Даже несколько журналов, которые продавались миллионными тиражами Самый известный из них это Бой Командос И Ньюс Бой Лиджин То есть он рисовал комиксы про банды мальчишек Которые помогают большим дядям воевать Ну то есть рассказывал о том Самым теплом, что было у него в детстве Потому что на улицах было стрёмно А вот когда его стали пристраивать во всякие Вот юношеские организации Там школы вот эти вот Ну не школы, там клубы Там не знаю, какого-нибудь дополнительного образования Там он нашел рай Там он рисовал для каких-то местных газетенок Там каких-то ученичек А все дело в том, что в этих клубах Была бумага и были карандаши Карандаши и бумага были дорогие Для Кирби вообще в детстве Бумага была подарком Очень хорошим подарком Так вот, он вернулся, женился Стэн Ли тоже вернулся, женился И вместе со своим другом Саймоном Они решили открыть свое собственное издательство Кирби Надо разделить Кирби с Саймоном Решили открыть свое собственное издательство И для этого они изобрели Аж целый новый жанр Любовные комиксы Ну, представляете, вот комиксы В которых ничего не происходит, кроме любви Ну, то есть вот вы сейчас приходите в магазин комиксов И там везде супергерои То есть персонажи в облегающих костюмах С суперсилами А в то время вы приходите на ньюстенд Ну, вот, в Киоск Роспечать местная Американ Печать Вот, и там Юная любовь Любовная любовь Смелая любовь Домохозяйки в любви Медсестры в любви Ковбои в любви Я не шучу Практически все эти комиксы С такими названиями выходили Это был огромный бизнес Но в это время Ну, они издавали еще несколько То есть комикс про войну Комикс про бандитов В общем, классический набор своего времени Но в это время психиатр Фредерик Вертом Который позиционировал себя Как ученик Азигмунда Фрейда И даже какое-то время у него учился Он решил сделать себе карьеру по-американски Как американский ученый делает карьеру Он пишет сенсационную книжку И психиатр Фредерик Вертом Который в жизни занимался вообще хорошими вещами Он работал Оказывал психиатрическую помощь В неблагополучных районах То есть, казалось бы, все хорошо Но ему хотелось карьеру Понимаете, если вы скажете Понимаете Социальная политика нашего государства Влияет на то, что у нас много Маленьких преступников Тебе скажут То есть, тебе не нравится наше государство Ах ты А ты еще и немец Да, то есть, ученик Фрейда Значит, нужно придумать Что влияет на то, что у нас много Молодых преступников Не касающиеся государства Желательно залезть на какой-нибудь Не очень опасный частный сектор И вот он залез И Фредерик Вертом нашел себе комиксы Фредерик Вертом написал книжку То есть, представляете Психиатр Серьезный человек Ученый Пишет книгу От летворного влияния комиксов На детей Беспокоясь за детей Книжка называлась Совращение невинных То есть На черном и белом фоне Красные буквы Книжка называется Совращение невинных Мелким текстом Про что там на самом деле Это естественно Книга стала бестселлером Естественно, все домохозяйки Купили эту книжку Они дали почитать Просто всем тем, кто не купил Книжка написана потрясающе Я читал эту книжку И все время создается ощущение Что реально После чтения комиксов Можно пойти совершать преступление При этом Аргументация там потрясающая Например Фредерик Вертом Сообщает нам Что Бэтмен и Робин Живут друг с другом В прямом смысле слова И у него потрясающий аргумент У Бэтмена и Робина Дома стоит фикус У настоящего мужика Дома комнатных растений Быть не может Фикус бы сдох У настоящего мужика Он бы его не поливал Там бил его Еще потрясающе Супермен нацист Почему? Ну вы же все видели У Супермена символ на груди С Если добавить еще одно С Получится СС Это серьезно Это уровень такой аргументации Там замечательное интервью с детьми Они еще и Ну как интервью Он просто взял И нарушив врачебную тайну В своей книжке напечатал свои беседы С детьми Которые больны были Какими-то психическими заболеваниями Или чем-то таким Не так давно Лет 5 назад выяснили еще Сколько он повымаровал оттуда Как он это подредактировал Но разговоры потрясающие Типа Вилли, ты украл велосипед? Да, говорит Вилли А ты читаешь комиксы, Вилли? Да Ты украл велосипед, потому что ты читаешь комиксы Он находит комикс В котором есть велосипед И говорит, что вот видите Он насмотрелся на привлекательный велосипед Который очень привлекательным изображается в комиксах И захотел Другая история Фредерик Вертом любил говорить о том Что дети используют комиксы Как мувлист в файтингах Ну то есть Вот хочется ударить друга А не знаете как? Посмотрел в комиксе как? Можно ударить интересно То есть он говорит о том, что в комиксе постоянно бьют по глазам И дети Дети, американские дети научились бить по глазам Благодаря тому, что читают комиксы Американские дети начали бить ногой с вертушки в щи Потому что начитались об этом в комиксах И это было на полном серьезе Естественно Потом он приходил дальше Он беседовал со своей аудиторией Он приходил в журналы для домашнего чтения Писал статьи о том, что в комиксах Например, есть ужасные чудовища по имени Некрономикон Которая приходит и пьет людскую кровь Или, например, есть огромное количество комиксов о том Где гориллы гипнотически влюбляют в себя привлекательных молодых женщин На любовные комиксы он ополчился отдельно Вообще он все комиксы разделил на ужасные криминальные комиксы Вот все комиксы в Америке И безвредные комиксы про животных Причем потом к концу книжки он уже отказывается от этой концепции Он говорит, что они все криминальные Все, 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 все Вот эти вот мерзкие, маленький зайчик Ну знаете, этот комикс «Маленький зайчик-взломщик» Лисичка-медвежатник Да, на любовные комиксы он ополчился отдельно Причем у него потрясающая, опять же, аргументация Я видел, пишет Вертом Как эти комиксы покупал моряк А потом их покупала десятилетняя девочка Разве могут моряк и десятилетняя девочка читать одно и то же? Вот такой вот у него был уровень Давай следующий слайд Ну приняли комикс-код Ограничили все, что можно Комиксы стали исключительно 12+, без вампиров, без зомби, без критики государственного строя Без преступников, избегающих наказания В общем, понимаете, Алексей сейчас цитирует просто пункты документа, которые регламентировал комиксы в то время У нас с Кириллом есть книжка, она называется «Тайная история комиксов» Ее в магазинах можно купить, там есть переведенный нами комикс-код, вы можете с этим делом ознакомиться Можете отправить ее в какое-нибудь госучреждение, чтобы они его приняли как закон, не надо этого делать Так вот, после того, как все плохо с собственным издательством, комиксы не продаются, комиксы не принимают ньюзстенды Потому что на комиксах нет марочки комикс-кода То есть вся страна напугата Все вот эти вот слушания по поводу комиксов, это было телешоу, которое транслировалось Ну как телешоу, это были заседания суда, которые смотрела вся страна Был такой дяденька, прокурор, который хотел очень стать президентом Соединенных Штатов По фамилии Кефевр И этот Кефевр придумал делать по телевизору суды Ну час суда, только по-настоящему, без актеров Сначала состоялся процесс над организованной преступностью Срежиссировано было великолепно Один из гангстеров отказался от съемок, чтобы его не снимали лицо И снимали только его руки И пока он давал показания, там показывали на экране, как он нервно трет руки Все понимали, врет, паскуда Все понимали, срежиссировано было потрясающе И Кефевр решил, что пора, пора взяться за комиксы Нам сейчас кажется, что это какая-то маленькая точечная история в Америке Нет, представьте себе, что в 90-е годы в России Сверху начинают говорить о том, что Денди не просто сажает кинескопы А делает из детей преступников и террористов И начинают сюжеты про это снимать По телеку показывают ребенка Не, ну как сейчас аниме, ну все же новостями Да, только реально вот каждый выпуск новостей Просто и, ну собираются такие соседи Говорят, знаете, я у мальчика четвертой квартиры видел вот эту вот Донди Вот как ты сказал, вот эту вот штуку, которая Все потом приходят, их скидывают в костер Не, а дети серьезно, представляете В каждом городе, естественно, были нормальные дети И были дети-активисты Дети-активисты, которых хлебом не кормит Да и вот чем-нибудь позаниматься таким Чтобы оно вроде как и противозаконное, но сверху разрешено Представляете, ходили дети по торговцам несчастным Ну то есть люди торгуют газетами, люди торгуют конфетами У них стоят вот эти вот несчастные комиксы К ним припираются вот эти вот 16-летние лбы И говорят, у вас тут вредные комиксы Мы тебе в магазин никого не пустим, пока ты их не выбросишь Ну вот он, пожалуйста, нацизм в действии И это происходило в Соединенных Штатах в 50-е годы Профессия комиксиста стала не просто, вот как мы говорили, дном Профессия комиксиста стала где-то на уровне рикетиров уважали больше в обществе Ну то есть узнал, что комиксист есть в зале, сразу встал и вышел Вот все просто В таких условиях Джек Кирби какое-то время болтается, пытается работать в DC У него там происходит не очень красивая история, о которой мы расскажем после И окончательно попадает в издательство, которое никак больше не называлось Потому что Гудман издательство из Таймли сначала переименовал в Атлас Уволил всех сотрудников, чтобы создать свою дистрибьюторскую сеть Начал затапливать рынок комиксами У него были супергерои, он отказался от супергероев Он шлепал ковбоев, гангстеров Вот просто что популярно, он 10 журналов запустил Два номера вышло, быстренько журнал переименовал Что только у него не выходило И в таких условиях все у него были фрилансерами Только Стэн Ли один несчастный сидел в офисе, работал И просто раз в пятилетку увольнял всех сотрудников Когда ему Гудман говорила, что-то сократи их Ну то есть это тоже важный момент Представьте себе, всем кажется, что Стэн Ли начальник большой Нет, Стэн Ли функционер Он транслирует волю своего нанимателя И поэтому ему правда приходилось ругаться с художниками По какому принципу? Вы не любите человека, который вас увольняет Но вы же не знаете на бумагу, на которой вам прислали письмо о том, что вас увольняют Вы можете там разорвать, конечно, сжечь Но тем не менее, вы же понимаете, что вас уволил начальник Одна из самых некрасивых ситуаций была связана с тем, что когда Стэн Ли вернулся из армии Он узнал, что у издательства огромные проблемы с дедлайнами И он начал закупать у художников комиксы в прок То есть он на деньги Гудмана набил целый шкаф комиксов, которые еще не попали в журналы Какие-то из них могли вообще никогда не попасть, потому что Стэн хорошо просто относился к художнику И вот однажды все это великолепие целый шкаф увидел Гудман И сказал, все, мы год не покупаем работы Мы это вот допечатаем, а потом, может быть, у кого-то начнем покупать В таких условиях приходилось трудиться И в конечном итоге Гудман совершил самую большую ошибку в своей жизни То есть он только что 3-4 года назад уволил сотрудников, чтобы создать свою систему дистрибьюции Чтобы сэкономить деньги на нее И решил, что не очень у него система дистрибьюции А есть другая, American News И вот очень хорошо ему будет пойти к другим дистрибьюторам И он взял и пошел к другим дистрибьюторам Разрушив, фактически распродав свою дистрибьюторскую сеть И в тот момент, когда он был уже подписан на новую систему распространения Все распространители оказались под следствием за связи с мафией Ну то есть давайте, чтобы было понятно, почему это страшные слова Вы выпускаете комиксы, вы можете выпускать их хоть до морковкиного заговения Это у нас самое популярное выражение сегодня Да, да Так вот, вам нужно их продавать Вы можете, конечно, ходить по главной улице с оркестром и продавать комиксы сладка Но ничего не получится, вы мало продадите Для того, чтобы иметь эффективную бизнес-модель, вам нужно, чтобы по всей стране Страна большая, вот эти вот особые конторы, которые занимаются распространением печатной продукции Которые газеты там развозят, журналы, вас тоже покупали у вас продукцию и продавали С этим связана система комикс-кода Вы можете печатать, свободная страна, можете печатать комиксы о чем угодно Там хоть с трупами, хоть с кем угодно Но там не будет марочки, значит ни один дистрибьютор вас не купит И вот представьте себе, что вы оказываетесь в ситуации, когда вы выпускаете комиксы Их надо продавать постоянно, держаться на плаву Но оказывается, что ваш дистрибьютор был связан с мафией И теперь вы не можете продать свои комиксы У вас просто вот их как, не знаю, можете там, не знаю, заплату ими выдавать Гудман приходит к единственной компании, которая готова его принять Компании Independent News, которая принадлежит DC Их главным конкурентам И DC, у которых очень сильно пригорало, скажем так От того, что Гудман постоянно издает все новые и новые журналы по 10 штук Они взяли его, конечно И сказали, да, мы будем продавать вот эти твои комиксы Но 8 штук в месяц Гудман был седой еще до этого После этого он посидел просто вот Везде У него была главная стратегия Выпускать кучу журналов, из них, ну какой-нибудь станет хитовым Потом выпустим 10 разных видов этого успешного журнала То есть у него были когда-то супергерои Но потом он переключился, увидел, что у кого-то есть ковбой И сделал ковбоев Увидел, там, допустим, у издательства Харви есть комикс Каспер, счастливое привидение Хм, подумал Гудман и запустил журнал Гомер, счастливое привидение А вот теперь представьте, вы Стэн Ли Этот вот, который вот он рассказывает Ваш начальник и родственник Вы от него никуда не спрыгнете И каждый месяц у вас новые вводные Стэн Сейчас мы готовим 10 вестернов Стэн, мы готовим песенник Напиши мне песенник А можно я куплю заранее? Да, тогда уволь всех, с кем работаешь сейчас Стэн Ли при этом, он пытался делать и свои собственные стрипы газетные У него был большой друг, художник Джо Маниле Самый техничный художник своего времени Он, чтобы вы понимали, рисовал сразу тушью Не просто карандашом, а потом тушью Он сразу делал тушью И мог нарисовать 7 страниц в день Это был самый продуктивный художник своего времени И не подумайте, что там была нулевая детализация Детализация была там такая, что Печатные машины того времени даже не могли передать Все то, что он нарисовал Поэтому художники старались рисовать попроще А для Маниле это был челлендж Рисовать лучше всех И с Маниле случилась очень печальная ситуация Он упал под поезд Погиб, все Больше нет никакого Джо Маниле У Стэна Ли за год до этого погибла дочка, младенец Все, погибло И Стэн Ли просто, он уволил всех сотрудников Это самая низкая точка просто его карьеры И тут к нему возвращается Джек Кирби Джек Кирби возвращается вовсе не так Джек Кирби возвращается как побитая собака Потому что он, вот он никому не нужен больше Все, в DC он очень сильно облажался Идти больше ему некуда Он приходит в компанию, которая платит мало денег У которой нет постоянных сотрудников И хоть как-то там пытается связать с концами Это ситуация, в которой два аутсайдера У которых были свои подъемы То есть и Стэн Ли знал лучшие времена Кирби был, блин, одним из главных комиксистов страны В какой-то период, звездой Его персонаж издавался там миллионным тиражом То есть его можно было там с Суперменом сравнить А здесь все, ты никому не нужен То есть ты занимаешься презренным делом И во всех более-менее приличных местах Где платят хорошие деньги Тебе не хотят видеть Ты персона нон-грата А тебе еще 40 лет У тебя куча детей У тебя гиперактивная жена И ты возвращаешься в контору Которой работает человек Которого ты ненавидишь Естественно Они сначала поделали то, что обычно делали А потом им выпал шанс Сделать что-то новое В середине 50-х годов Джек Кирби вот еще работает в DC То есть он вот к 100-0 Он дважды к нему возвращался В начале десятилетия Так фрилансил чуть-чуть Потом в конце совсем Потому что в DC Среди прочего Он успел порисовать зеленую стрелу И он создал новую серию Серия называлась Challengers of the Unknown Пока оставь, 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 оставь Челленджер of the Unknown Испытатели неведомого Это была серия, которая сначала выходила В пробном журнале Showcase Чуть-чуть вот Чуть-чуть после флэша Перезагруженного С которого начался серебряный век Серия была основана на Книжках про Дока Сэвиджа Док Сэвидж — это персонаж 30-х годов Самый фактически влиятельный Персонаж американской бульварной литературы Мало того, что его звали Кларк И у него была крепость уединения И у него было прозвище Человек из бронзы Ну почти стали Так еще все его черты Все его приключения Были потом разобраны По комиксам Просто вот везде Кто такой Кларк Вот этот молодой человек Вот видите Кларк Сэвидж младший его зовут Это Самый умный человек на земле Самый сильный человек Самый лучший человек Самый лучший человек на земле У него был Папаня Папаня Значит Досталось Папане Огромное состояние Золото майя Целая куча денег была у Папани И Папаня решил Что цель его жизни Это воспитатель своего сына Супермена Причем именно так Там в книжке Он назывался Суперменом Еще никого персонажа Супермена не было А Кларк Сэвидж младший Уже был Суперменом Значит Сын наняли лучших учителей Его все тренировали И значит Это Двухметровый Качок Ну Дуэйн Джонсон Вот представьте себе Вот Рока Вот Рок Бронзовый Потому что загорелый У которого Вот здесь просто Это не особо видно Тут потому что он выглядит Как человеку, у которого все не настоящее У него вместо волос Очень тонкой работы шлем Который не позволяет его вырубить В зубах у него капсулы с газом Под ногтями пилочки То есть Человек Инспектор гаджет И у него есть своя команда Fabulous Five Бесполезная Не, ну как бесполезная Команда состоит из его друзей С которыми они вместе воевали Во время Первой мировой Его друзья там Лучший юрист Лучший химик Лучший взрывотехник Там вот все вот это Но написано, что Каждый лучший после Дока Сэвиджа То есть у него друзья Чисто эго своего потеша Типа Вы самые лучшие А лучшие у вас Вот Книжек про него Навыходило море Всем он страшно нравился Но свою самую Такую активную жизнь Он получил Как законодатель мод Дальше в комиксах Собственно Испытатели неведомого Были вариацией На эту тему Сюжет был такой Четверо Это На радио На радио Происходит Шоу Которое называется Герои С восклицательным знаком Куда приглашают героев Там какие-то женщины Что-то они там рассказывали Какие-то у них были Женские достижения Но все ждут Когда Прилетят Самые лучшие И самые классные Ребята во всем мире Их четверо Военный летчик Цирковой Дардевил То есть Рисковый парень Акробат Трюкач Каскадер Профессор Профессор И подводник Ну в общем Ну короче Люди Мужики героических профессий Вообще не важно Потому что читатель Их Он даже До последнего номера Их отличать не сможет Даже если очень постарается Потому что они в принципе Одинаковые белые мужчины С разным цветом волос Ну что-то отличать У них даже костюмы одинаковые То есть нет Конечно к концу Какому-нибудь сотому выпуску Научитесь более-менее Но тут Все это в кашу У них еще имена такие Что сам Кирби путался Кто из них кто Они постоянно по-разному назывались И значит Вот эти вот мужики Летят На радиопередачу Чтобы выступить И происходит у них там Автокатастрофа Авиакатастрофа Их самолет разбивается Но они выживают На них не царапины И такие Блин Мы выжили В авиакатастрофе Значит это не просто так Значит мы живем In borrowed time Мы заняли у жизни время И раз мы не умерли сейчас Давайте стремиться Умереть всеми силами Дальше Мы будем испытывать Все что угодно Ну причем Сам Джек Кирби В интервью Называл их Отрядом самоубийц Не было еще комикса Отряд самоубийц Но он называл Отряд самоубийц Четверо людей Которые занимались Всякой ерундой Если вы думаете Что они занимались Какой-нибудь скучной ерундой Типа просто там ныряли Просто лазили по горам Да на первой стране комикс Нам показывали Что они там ныряют Лазят по горам А в остальное время Они разбирались с колдунами Пришельцами Пришельцами-колдунами Или сами Вот например В четвертом выпуске Уже их сольной серии Один из них Слетав в космос Получает странные суперсилы Как мы здесь видим Он фигачит огнем из рук Ситуация достаточно знакома И будет еще более знакома Нам в дальнейшем Джек Кирби успел нарисовать Десять выпусков их серии А потом он делал С редактором серии Джеком Шифром Стрип И опять же Случилась ситуация Когда Джек Кирби Услышал Сколько ему дадут денег Сколько хотел услышать Оказалось Что он еще должен Вложиться в этот стрип И Джек Кирби Вызвали в суд Стоит понимать Что даже Такой Фанат Джека Кирби Как его биограф И близкий друг Марк Иванир Даже он пишет Что Джек Кирби Был невыносимым человеком Когда дело Казалось Публичных выступлений Он не мог связать Двух слов На суде Он даже не мог Назвать свое имя И дело не в том Что он фигару Изо рта все время Не выпускал Нет Он просто Он волновался Он был очень кипучий человек Очень энергичный Запомните этот момент Потому что потом Для того чтобы Понимание Что произошло Нам это нужно будет Следующий давай Это сейчас 56-й год 56-й Вот эти Испытатели Все прочее Время движется Мы подходим К 60-му Вот к 60-му 61-му году Джек Кирби Уже все Он со Стэном Ли Он рисует комиксы Про монстров Сплошные Огромные монстры У нас там есть Кажется Я сейчас найду Вот да Вот он рисует Вот такие вот комиксы В которых огромные монстры Всем угрожают Ну комикс-код приняли Вампиров нельзя Зумби нельзя А что же остается Остается Годзилла Кинг-Конг И дети Годзиллы Кинг-Конга Огромные муравьи Огромные богомолы Огромное дерево Что угодно Космическая слизь И с этим можно сражаться Самое главное Эти штуки Они были разовые То есть это не Как мы сейчас привыкли Когда серия Посвящена там Персонажу Нет Серия посвящена Ощущению Которое ты будешь Испытывать Когда ее читать Считаешь Стрэндж Тейлс И такой Странно Большой чувак Странно Какие странные истории Я таких больших муравьев Никогда не видел Вот И вот так Верни чуть-чуть Порядка Целая эпоха была Дай сюда И в один прекрасный момент Расходятся разные источники Как это было Но Мартин Гудман Каким-то образом Получил в свои руки Цифры продаж Комикса Лига справедливости Настоящие цифры продаж Не то что Печатал в журналах Типа Ну вот Ну вот так вот У нас продается Он получил Настоящие цифры продаж Расчеты прибыли И сказал Стэнули Стэн У нас с тобой Восемь журналов Нам с тобой Можно еще один сделать Нам сейчас разрешили В общем Будем делать Свою лигу справедливости Ты возродишь Всех наших персонажей Стэн естественно Возмутился Персонажей Супергероев Таймли Включая Капитана Америку Пытались воскресить В 54-56 годах Но не получилось Эпоха ушла Он говорит ему Снова возрождать Каких-то супергероев Стэн говорит Ну я не могу Он говорит Ну придумай что-нибудь Ну найди Поскреби по сусекам Найди нам на команду Набери героев Опять же история Перерастает в миф Как что было придумано Но мы сойдемся На одном Стэн Ли и Джек Кирби Вместе сели И придумали Фантастическую четверку Следующий Давай слайд Вот фантастическую четверку Каждый из персонажей Так или иначе Был где-то украден Так или иначе Чтобы вы понимали Это не был тот момент Что им сказал Гудман Сделайте хит Они такие Да мы сейчас вообще Головы себе сломаем Придумаем блокбастер Они придумали Отписку для шефа Он сказал им супергерой Супергерой Время прошло Они сделали ее Очень отвязно То есть на самом деле Если вы сейчас Прочтете первый номер Фантастической четверки У вас будет ощущение Что это комикс Который должен был Быть отвергнут Потому что Это настолько Комикс Который там Где-то вскрывает Свои вот эти вот истоки Который Показывает вещи Которые совершенно Немыслимы Для комикса Того времени Что правда Складывается ощущение Что больше всего на свете Авторам хотелось Чтобы им сказали Я никогда это не печатаю Стоит отметить Самое важное Что комикс Вообще начинается С того Что в небе Вспыхивает над городом Надпись Фантастическая четверка Стоит двое полицейских Стоит двое полицейских И один из них Пародирует Знаменитую фразу Заставку Из радиошоу Про Супермена Посмотрите Что там в небе Это Это что вообще такое Вот Если вы помните Обложку Обложку Экшн комикс Номер один На которой Первое появление Супермена На которой Впервые появляется Супермен С машиной Кидает Самое большое Обаяние Этой обложки В том Что если мы не знаем Кто он Мы не знаем Это герой Злодей Что происходит К чему Все это Когда Начинается Фантастическая четверка Вот это ощущение Оно переносится На персонажей Еще хлеще Мы сейчас Перейдем к этому Давайте посмотрим На всех персонажей Сюжет Я думаю Происхождение Фантастической четверки Всем знаком Ученый Рид Ричардс Занимался Полетами в космос Он очень обеспокоен Тем что коммунисты Полетят в космос Быстрее Поэтому он собирает Своего друга Военного летчика Вот этот друг Я употреблю Лазерную указку Для этого дела Своего друга Военного летчика С которым они вместе Воевали Опять же Как док сэвидж Свою невесту И младшего брата невесты Ну понятно Зачем он их берет Потому что больше людей Больше сведений Потом Можно будет обработать По поводу того Как вообще все это влияет Но Вылетев на орбиту Они попадают В радиационный пояс Земли Где их облучает Они Падают на землю И каждый из них Приобретает какие-то Новые странные Свойства Человек Факел Младший брат Невесты Риды Ричардса Давай следующий слайд Человек Факел Был взят Собственно Который Возгорался При соприкосновении С воздухом Ну то есть Визуальный облик Это красный чувак В языках В принципе Фигура Очень сложно Убедить человека В том Что так выглядит герой Потому что Так может выглядеть Злодей В легкую Но то что это герой Это сомнительная история Но тем не менее В этом свой шарм Есть Да То есть Смотрим Одного персонажа Взяли у себя Из загашников Одного Можно Уступили Гудману Следующего персонажа Бена Гримма Собственно Военного летчика Взяли из монстр комиксов То есть Военный летчик Превращается В огромное Оранжевое чудовище Кирби подчеркивал Что в первых выпусках Потом Мы все привыкли К образу Бена Гримма Существа Нечто Как хотите Его по-русски Называйте Давайте садемся На существе Все-таки Такой Общупотребительный Русский вариант перевода Кирби Говорил Что потом Он его начал рисовать Как покрытого каменными глыбами Но сначала Он пытался Изобразить Кожу динозавра Пытался нарисовать Такого оранжевого Маленького динозавра Антропоморфного Бегемотик Бегемотик Вот такого Примерно Формата Следующий слайд Мистера Фантастика Риды Ричардса Напрямую Взяли И слезали Супергероя Пластикмена Которого Когда-то придумал Художник Джек Кол У Пластикмена Была очень сложная Судьба Потому что Джек Кол Застрелился И комиксы Про Пластикмена Перестали выходить Потом его позже Там DC купили права Начали перевыпускать Все это Но это вот был Такой вот Забытый к тому моменту Персонаж История с невидимой девушкой Сью Сторм Еще интереснее Поскольку Существовал комикс Его журнальная версия Но это был газетный комикс Который назывался Invisible Скарлетт О'Нил Невидимая Скарлетт О'Нил Сюжет ее таков Есть ученый Который изобретает Луч Невидимости У него есть дочка Которая Сует туда Свои шаловливые руки И Случается так Что она Может становиться Невидимой Нажимая на нерв На своем запястье Время от времени Вот она Во всякие разные ситуации Влипает Сражается С нацистами Всякими бандитами Становясь Невидимой Тоже Все четыре персонажа Совершенно неоригинальные И вот Первая обложка Журнал Обещает читателю Героев То есть Как Представляете Без справедливости Обещает Зеленого фонаря Чудо Женщину Знакомых персонажей А здесь читателю Говорят Что это первый номер Журнала Фантастическая четверка В котором Существо Мистер Фантастик Человек-факел Невидимая девушка Впервые В первый раз В одном собственном журнале И что А кто это Но На счастье Издательства Тогда дети Не читали комиксы Отдельных издательств Дети читали комиксы Вообще То есть Ну Алан Мур Например В свое время Ознакомился с комиксами Про фантастическую четверку Когда он Болел И попросил маму Сходить в магазин И купить ему Комиксы Про Блэк Хока И сказал Что там нарисованы Люди в синей одежде Ну Название не мог написать На бумажке Сказал Люди в синей одежде Она ему принесла Фантастическую четверку У него конечно отъехала До сих пор едет Вот На обложке мы видим Ничего особенного На первый взгляд Это Обычная обложка Монстр комикса То есть Посреди города Внезапно Появляется из глубин Какая-то здоровая фиговина Что-то происходит С девушкой Которая почему-то Не может стать невидимой Почему она должна Читатель Не понимает Здесь такое ощущение Что Джек Кирбер Зучился рисовать Потому что у молодого человека Как-то все Изогнуто Странно Это Нам обещают Что в журнале Будут два чудовища Уже сразу Да Сразу Как бы Ну потому что Нормального персонажа Не могут звать The thing Причем Это же не просто Ну мы переводим Существо Нечто Но в этом же есть Явно некое Вот это вот Презрительное ощущение Типа Отношения Ощущение Шняга И ощущение Шняга Хреновина Его так и называют Он отзывается Представьте себе Это очень проблемный персонаж Об этом мы тоже поговорим Ну а вы бы Не отзывались Не стали бы проблемным Если бы вас называли шнягой Просто Привет шняга Как дела шняга У нас проблемы Надо позвать шнягу Вот так Мы сказали об Ориджине Но не сказали Что они делают дальше Собственно Они получив эти силы Договариваются Что они будут Использовать их во благо Им очень не хочется Использовать во благо Но Они масонским образом Собираются То есть Таинственный человек Пускает знак Ну в небе Расцветает надпись Фантастическая четверка Все видят надпись Все такие Да И значит Начинают добираться туда Вот как масоны Собираются В каком-то Существу В плаще В шляпе Как черепашка ниндзя Вот такой Оказывается Что некая Сила Похищает Атомные электростанции Просто вот Под землю Они уходят И все Значит команда Собирается Они отправляются В глубину земли Ну то есть Представляете себе Символизм Они только что Были в небесах В космосе Их там Проклили И они отправляются В ад Они спускаются В этот ад Где обнаруживают Человека крота Во-первых Пока они туда ломятся Им навстречу Выползают Вот эти вот Упущенные возможности Для монстр комиксов То есть там Трехголовые Змей горы Начали Типа Навстречу Кинг Гидор Вот этот вот Он не в городе Им встречается Вообще Под землей Обложка врет Как и положено Обложкам того времени Да Мистер Фантастик Связанный никогда В комиксе не был Обложка лжива Вообще циком И полностью Не стоит обращать На нее внимание Она такая культовая Просто что она классная Правда На ней ни слова Вот почему например Чудо-женщина Чудо-женщина Невидимая девушка Говорит Что она не может Стать невидимой Достаточно быстро Если ее уже Держит монстр Что изменится Монстр удивится Что держит что-то Невидимое И бросит ее Вот ты бы не удивился Человек-крот Суперзлодей Того времени В отличие от Золотого века По большей части Привлекательна То есть их максимум Непривлекательность Может быть Комически большой нос Или слишком мерзкая улыбка Или лысина Или лысина А так это вот Бодрые молодые люди В обтягивающих костюмах А здесь читателя Встречает Джек Кирби С огромным носом В очках с прорезями Который слепой Это был человек Который был очень уродливый Его все презирали за это И обзывали всячески Да И значит Он Решил спуститься под землю Там жить И ослеп Ядерные испытания Плюс Кристаллы Которые под землей Ну Вообще известно Тогда по всем газетам Гремели Новости про огромные Вот эти вот Кристаллические пещеры Подземные Опять же про ядерные испытания Все Он ослеп И вот там он под землей Он научился Повелевать подземными жителями Подземные жители Самая актуальная тема Начиная с самого начала 20 века Теория пола и земли Что там кто-то живет Какие-то существа Какая-то цивилизация Невероятно популярна Все Все эти идеи Вот так вот скомкали Сунули туда По-быстрому Фантастическую четверку То есть судя по всему Весь этот сюжет С Человеком-кротом Был придуман заранее Фантастическую четверку Туда просто вот Подрисовали Это правда готовый Монстр комикс Такой ультимативный Потому что там Все кто живет под землей Там это прям Бэк-каталог Монстр комиксов И значит такой вот Наспех сделанный комикс Вот он все Выходит Но в нем есть Несколько отличий От всего того Что выходило тогда Это 61 год Комиксы тогда Нарисованы Ну большие DC Супергеройка Они нарисованы Хорошо Они нарисованы Достаточно статично То есть фактически Такие маленькие Аккуратненькие Картиночки Такие маленькие Аккуратные кадры Обычно Вот как например Сейчас Вы смотрите Обложка может выглядеть Совершенно не так Как внутри Но к тогдашним комиксам DC В принципе не относилось Потому что это Качественный сунок То есть можно было взять Панель вынести на обложку И мало кто бы заметил Подмены Если правильно Сюжеты были аккуратные Фантастические Рибо приключенческие То есть вот у героя Приключения Все аккуратно Вам реплики Он разговаривает Репликами Он разговаривает Фактически Голливудским диалогами То есть производит Произносит мало Тщательно выбранных слов То есть А весь текст Который Служит вам Закадровым Он весь очень аккуратный Который говорит Вот Супермен Полетел на Северный полюс Я на Северном полюсе Вот наконец-то Я на Северном полюсе О нет Что это там Лекс Лютер Собирается взорвать Ядерную бомбу Сейчас я взорву Ядерную бомбу Вот Это правда так Там было чему Удивиться Ребенку Но не было От чего охренеть Самое главное Подросток Который вырастал Он начинал читать Эти комиксы С одной единственной целью Он в школе Знания по физике Получил Типа А у вас физика не работает И писали письма Представляете Вот сидели вот эти вот Жуки вот эти вот В очках Такие У вас в этом комиксе Супермен Летит со скоростью Света Но у него И вот все такое А в этом комиксе Это вы ходили На естественно Научной лектории Не мы А в этом комиксе Персонажи Заговорили Как говорят На улице Они конфликтуют Между собой С самого начала И конфликтуют Они не потому Что один из них Под криптонитом Ну потому что Если Супермен Делает глупости Там не дает воду Хорошим людям Там не знаю Ругается Значит Красный криптонит Проблема Какой может быть Любовный конфликт В комиксах Про Супермена Лоис Лейн Любит Супермена Но не любит Кларка Кента Но подозревает Что Супермен Это Кларк Кент Но Супермен Хотел бы Чтобы она полюбила Его как Кларка Кента А может быть Вообще не полюбила Он не знает Есть еще Лори Лимарис Она вообще русалка И его первая любовь Есть Ланэ Лэнг Его любовь из детства Вот все они его любят А он такой Ну я не хочу рисковать В конце концов У меня такая опасная жизнь Я не могу себе позволить Любовный конфликт В этом комиксе И Бен Гримм И Рид Ричардс Любят Сью Сторм Но она Невеста Рида И Бен Всегда подкалывает Что типа Вот ты выбрала Хлюпика какого И тут он превращается В монстра И самые призрачные Шансы на то Что она когда-нибудь Его предпочтет Все Они равны нулю У него вообще Шансы на половую жизнь Равны нулю Он каменный Динозавровый еще Где он найдет себе Такую Мультфильмы Три фильма Нам до этого еще Пахать Пахать И пахать Давай следующий слайд Как мы видим Даже Логотип был Совершенно ленивый Потому что У издательства Выходил в это время Журнал Amazing Adult Fantasy Почему мы говорим о том Что этот комикс Реально был Вот этой вот такой Смелой отпиской То есть не в смысле Сделать плохо А мы сделаем так Что ты сам нам скажешь Что сам будешь не рад Потому что правда Персонажи ругаются Друг с другом В нормальном смысле Слово ругаются Ну а вот логотип Можно у себя же И украсть В следующем выпуске Четверка сталкивается Со скруллами Из открытого космоса То есть нам С самого начала Показывают Как фантастическая четверка Совершает преступление Народ вокруг Ну персонажи Комиксы Простые люди Они еще толком не знают Как относиться К фантастической четверке Да Они конечно Только что запечатали Остров монстров Вот Но тем не менее И тут внезапно Они начинают совершать преступления И естественно Мы понимаем Что преступления Совершают не совсем они У нас появляются Скруллы Существа Которые могут Менять внешность Более того Этот комикс Заронит Очень важные зерна Которые потом выстрелят Когда Марвел Станет большой Вот этой Большой вселенной И выстрелит Один из самых Безумных просто Способов Которым только можно Да Дело в том Что в итоге Скруллы Которые могут Менять свой облик Мы не будем вам Рассказывать Весь сюжет Это долго достаточно Вы можете взять И прочитать Я кину небольшой тиль Вы сможете Довольно скоро Взять и прочитать Первые 10 выпусков Фантастической четверки Которые довольно скоро Выйдут В виде одной книжки В серии Классика Марвел Поэтому ждите А нам можно это говорить Я спросил Ты спросил Короче книжка будет Первые 10 выпусков Мы даже будем пересказывать Вы там прочитайте Но дело в том Что скруллы превращаются В коров Коровы дают молоко Они не то что превращаются Их говорят Короче Нам с вами надо Что-то делать Они такие Ну мы хотим Чтобы нам Типа нормально Жилось Спокойненько Чтобы вас не мучили Не пытали Они говорят Хорошо Мы вас загипнотизируем И гипнозом заставим Превратиться в коров Все так и получилось Коровы дают молочко В 80-е Америка сойдет с ума От молока скруллов Но это совершенно Отдельная история Сегодня мы ее касаться Не будем Мы заранили вас Немножечко Чуть-чуть интереса К этой серии В третьем выпуске Команда получает костюмы До этого вообще Невиданное дело В отличие от всех Остальных супергероев Они костюмов не носили Не носили Оходили в повседневной одежде Дело все в том Что это было сделано Не потому что решили Вот сейчас будет реалистично Сейчас они будут без костюмов Все дело в том Что это был Плюс еще один журнал К тем Которые разрешили им сдавать Которые вот только-только разрешили Так типа Ну попробуйте И выпустить супергероику Чтобы конкурировать с DC Никто не мог Все выглядело Как монстр комиксы А журнал уже начал выходить Запретить уже никто не может Опа На третьем выпуске Они уже супергерои В летающие ванне Ха DC Все Они все получили Свои замечательные костюмы Человек-факел Перестал наконец Выглядеть Как Вот Что нечто желтое Состоящее из какого-то воска Оплавленного А стал выглядеть Вполне себе Таким красным Обваренным Молодым человеком У него появились Человеческие черты Следующий слайд И вот здесь Вот эта вот машина По доставанию Из загашников Всего что плохо лежит Предпринимает Самый интересный Оборот Потому что здесь Появляется персонаж Который придает Фантастической четверке Потрясающую вот эту вот Многомерность Связывает ее со всем Потому что Это не тот Человек-факел Которого мы с вами видели Это другой персонаж По имени Человек-факел Тот был андроид Совершенно другой Это парень с новыми силами А вот этот вот Молодой человек С треугольной головой Это не Леонард Не мой Как могло бы показаться Это все тот же Вот я сейчас отмотаю Чтобы вы могли убедиться Вот здесь у нас Была вот такая вот Обложка На которой присутствовал Вот этот молодой человек Это тот же самый молодой человек Это первый супергерой Издательства Мемор-подводник Создан был еще до Аквамена До всех прочих Был молодой человек Билл Эверетт Художник Который был очень яростный Они все были очень яростные Он хотел воплотить Как-то свою ярость И он придумал Что есть Еще один молодой человек Вымышленный Правитель Атлантиды Но еще не правитель Принц Атлантиды Который родился От связи Человека И морской женщины Родился такой вот принц Он с ушами острыми Интересно сейчас Эти королевские знаки показывают Очень сильный У него На лодыжках Маленькие крылышки С помощью их он может летать А еще он может из своих пор Прыскаться водой Но он очень сильный И очень злой Ну он полукровка Ему естественно все не нравится Он борется с нацистами Из ярости Че они? Не, он сначала боролся с американцами Потом появились нацисты И он начал бороться с нацистами Просто потому что Ну ближе были Они доплывали до него Типа че они это? А все-таки такие Молодец Вот Странный персонаж То есть Часто принято думать Что вот такие вот антигерои Это наследие там 80-х Вот когда уже люди Ну не, все было Когда еще В остальных супергероев не было Так значит Джонни В конце предыдущего номера Маленький спойлер Нет, Джонни Джонни читает комиксы Нам показывают Что старые комиксы Таймли Они существуют в этом мире И Джонни задается вопросом Читая эти комиксы Собственно А куда девался Немер-подводник Интересный же Глава треугольная Поржать То есть комиксы Создаются в этом мире Про реальных личностей В конце В Америке так и было Создавались комиксы Про поющих ковбоев Которые в кино были Представляете Очень интересный комикс Поющий ковбой Вот А в конце предыдущего номера Джонни Шторм Со всеми разругался Потому что ему надоело Что его все оскорбляют И улетел Если выводишь Это хороший Познавательный комикс Который правильно Воспитывает детей Если вы Уходите из семьи Даже если вы Нормальный здоровый парень Вы окажетесь В ночлежке Как бомж И значит Он оказывается В ночлежке Читает там комиксы Удивляется Про этого самого Немера Ему говорят А у нас вон Бомж есть Он вот тоже Очень сильный И Показывает Бородатого дядю Сидит такой дяденька Бородатый Джонни Зажигает палец И устраивает Стрижку-вспышку И видит Что это Немер 20 лет его не было А тут он Бомж Джонни не придумал Ничего умнее Чем пойти И бросить Немера В воду Затки еще не помнят Я сейчас напомню К Немеру возвращается Память Он плывет к себе В Атлантиду И видит Что Атлантида Разрушена Ядерными испытаниями И он понимает Что он не просто Не зря ненавидел людей А сейчас он будет Их ненавидеть В стиле 60-х Добивать надо было Вот И становится Одним из главных Персонажей Мира фантастической четверки Но Как известно Годы-то свое берут Ты конечно принц У тебя Атлантида Атланты неизвестно Куда расплылись Ты там найти никого Не можешь А тут Против тебя Начинают сражаться люди Среди которых Есть какая-то Очень интересная барышня И тут начинается Вещь Которая была Невозможной В комиксах до этого У барышни Главной героине Супергероине Возникают Без магии Без принуждения Без гипноза У нее возникают Действительно Теплые чувства К вот этому Ушастому Молодому человеку А как не возникнуть Этим чувствам Она молодая Красивая женщина Которая живет В пуританские 60-е Ее мужик С седыми висками Ученый Который курит трубку И может растягиваться Ветеран Ветеран Еще и сексист страшный Он все время говорит Твое место на кухне А я пойду собирать коллайдер И он реально То есть ты ему попроси Там мусор выкинь Говорит Сейчас я через 20 лет Соберу машину Которая будет Выкидывать тебе мусор А тут представляете Молодой человек В плавках Больше на нем ничего нет Она видит все То есть все товары Заценены Она уже понимает Что ее ждет Я напомню Вот этот вот ветеран Он даже когда Изгибается Одежда изгибается Вместе с ним То есть он всегда одетый Вообще скучно Неинтересно Его потом начали рисовать Прям таким вот накачанным Вот тут он ну такой Ну поджарый такой А здесь вот молодой человек Все накачанный Принц Принц О чем девочки мечтают в детстве Что за ними придет Вот принц из морских глубин Ты плыл Да Но принц оказывается Не самым хорошим человеком Потому что он хочет Воевать со всеми Поэтому она так Но тем не менее Он не оказывается И полным козлом Потому что Потом расскажу Потому что потом Появляется полный козел Потом появляется Доктор Дум Лучший злодей Марвел Всех времен Где-то в Европе Есть маленькая страна Которая называется Латверия Латверия Нормальное название Для европейской страны Это страна Которой правит Человек Которого зовут Доктор Дум Доктор Дум Ходит в доспехах И плащей зеленым Поверх доспехов А его главные интересы В жизни Это Наука и черная магия Представляете Когда наука и черная магия Вместе Это самый кайф А еще Когда-то Он учился Вместе с Ридом Ричардсом И после этого Его очень не любят И теперь Правитель Целой европейской страны Но он просто хотел Поучиться Леваком В другом месте А Ричардс Его заложил Не было такого Не было такого Ну вот Вот этот значит Вот Правитель Целой страны Кладет Все свое состояние Всю свою жизнь На то Чтобы уничтожить Четырех американцев Давайте так Представьте себе Что вы живете В стране Президент Который Вместо того Чтобы заботиться О вашем благополучии Занимается тем Что делает так Чтобы вот Люди Которых он не любит Его боялись Представили Хорошо Следующий выпуск Доктор Дум Естественно Имеет свои корни В монстр комиксах Потому что В монстр комиксах Был монстр в железной маске Маску Как мы видим Вот она Вполне себе Такая же Ориентируясь На этот образ Собственно Были реально Люди С фамилией Дум То есть Фамилия Дум Она конечно Очень круто звучит Типа Рок Судьба Но Это нормальная фамилия Его зовут Виктор фон Дум Витька Витька Нормальный реалистичный Имя правитель страны Ну был у нас тут В соседней стране Витька один Тут тоже вот Можно какие-то параллели С современностью провести Следующий слайд Так вот А Неврот оказывается Неполым козлом Потому что Когда Доктор Дум Витька Витька Приходит и говорит Эй Подводник Классное имя Вот представьте себе Что вас зовут Принц Немор А у вас есть кличка Подводник Эй Подводник Не Причем вас все так зовут И это очень уважительно То есть Там типа Василий слесарь И к вам так обращаются Девушки с вами знакомятся Говорят О, Василий слесарь Физик солнца Физик солнца Михаил физик солнца Вот И он к ним приват Говорит Значит так Я слыхал Тебе не нравятся Эти так называемые люди Их так называемые защитники Так называемая Фантастическая четверка Я Подожди Подожди Эту сцену надо разыграть Да, да, да Я буду Немором Нет, нет, нет Я буду Немором Немором Ты будешь доктором Дума Что-то посидеть только Здравствуйте 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 Молодой человек Здравствуйте Здравствуйте Абас Значит так Молодой человек Я слыхал о вас многое Ты тут заржавеешь Под водой Я это Смажусь Вот Я подводник Я Вы подводник Я В смысле ты Я подводник Вы подводник Империус Рекс. Рекс Империус. Я что хотел сказать. Вам вот эти люди, они не нравятся. Давайте мы вместе как-то объединим усилия и как-то их уничтожим. А самое главное, уничтожим... Ты что думаешь, я сам не могу людей уничтожить? Нет, ну вдвоем интереснее. Я что, слабый по-твоему? Ты думаешь, крылышки маленькие, все маленькое. Крылышки вовсе. Видал бицепс какой? Здоровые крылышки, как у петуха. Вот. Очень большие. В Атлантиде это не оскорбление. А в Латвире умолчу. Вот. Смотри. Мы уничтожим фантастическую четверку. Там четыре рыла. Мы их все уничтожим. Каждого. Первого, второго, третьего, четвертого. Мне там баба нравится. У него стоит фотография. Вот это вот. Такая баба. Жаклин Кеннеди похожа, но не она. Хорошо. Ты можешь ее не убивать. А, ну нормально, да. Да, конечно, конечно. Я ее убью. Да, да, да. Что? Что? Руку оплевали тебе. Так вот. Значит. Они договариваются, заключают союз. И все. Серия поперла создавать свою собственную вселенную. Потому что злодеи объединяются. Серия еще только не успела начаться. Но уже в ней есть два таких злодея, которые, объединившись, могут представлять серьезную угрозу. Это всего лишь шестой выпуск. Серия идет просто семимильными шагами. Это очередная серия в издательстве, в котором мало чего хорошего есть. И внезапно уже на шестой, полгода мы выходим, и уже оказывается, что все круто. У нас тут целый мир. Ты можешь читать одну фантастическую четверку, и у тебя будет целый мир. Тебе не нужно для этого читать кучу журналов, как в DC, чтобы потом все это обменялось. Нет, у тебя все сюда забегаются. В следующем выпуске наступает одна из самых странных эпох в истории комиксов. Потому что теперь гораздо больше внимания уделяется личной жизни героев. То есть до этого, да, были вот эти треугольники, там все. Но теперь каждый из героев обзаводится той или иной своей романтической линией, которая, к тому же, еще и совершенно непростая. Опыт сказался. Стэн Ли работал над журналом «Модель мини». Там Пэтси Уокер, по-моему, еще была тогда как раз. Была целая куча журналов для девочек, в которых девочки влюблялись, не влюблялись. Ну, про Джека Кирби мы вообще молчим. Джек Кирби это жанр вообще изобрел. Вот уж в чем нет сомнений. И вместе они создают для каждого романтическую линию. А самая странная романтическая линия появляется у Бена Грима. В седьмом выпуске появляется злодей, кукловод. Это вот этот вот ужасный лысый человек с ужасной улыбкой. Этот кукловод из радиоактивной глины может слепить куклу кого угодно и управлять этим человеком. В конечном итоге, для того, чтобы победить фантастическую четверку, он берет свою дочь Алисию, слепую дочь, которая невероятно похожа на Сью, и одевает ее как Сью, и стрижет ее как Сью. В итоге она, злодея побеждают, все здорово, но она влюбляется в Бена Грима. Она слепая, но она вот его щупая, говорит, что у него прекрасная душа. Она чувствует, что под всем этим у него доброе сердце. У него доброе сердце. Она чувствует под всем этим человека. И тут появляется очень странная, с одной стороны, какая-то инцестуальная вещь, С другой стороны, совершенно шизофреническая, что его девушкой становится такая же несовершенная копия Сью Сторм, так же, как и он является какой-то пародией на человека. Но только она может понять, каков он. И с этого начинается одна из самых тяжелых вещей, которую смогли Стэнли и Джек Кирби воплотить. Это история любви, которой никогда еще не было в комиксах. Это не просто красавица и чудовище, это чудовище и чудовище. И причем никакие научные чудеса Риды Ричардса не могут вернуть Алисе зрение. А Бен Грим со временем начинает бояться. Он хочет стать человеком. Он очень хочет стать человеком. Но он начинает бояться, что если он станет человеком, не разлюбит ли она его? И вот здесь возникает важный момент. Потому что если мы обратим внимание на комиксы DC того времени, там может случиться история про какую-нибудь странную любовь измененных людей, но в конце их обязательно превратят в нормальных. Потому что это вот Америка, это суперамериканская Америка. Это пуританская Америка, в которой в конце должны стоять обязательно мальчик с девочкой, одного цвета кожи. И они должны стоять в тех позах, в которых фигурки для тортика на свадьбу будут делаться. Здесь же происходит история, которую дети, ну вот те самые 12 плюс, ну в смысле 12 минус, для них это интересно. Это сюжет. Но если этот комикс попадет в руки к человеку, который старше, он поймет, что эти комиксы себе позволяют. В чем привлекательность Бена Грима для аудитории старше 14 лет? Потому что Бен Гримм — это лучшая в мире аллегория подростковых прыщей. Ну и не только прыщей, то есть они меняются. Всех проблем, которые возникают с подростком во время взросления, его тело его предает. Его тело уже не такое, оно повинуется ему иначе, у него там меняется голос и все прочее. Фактически каждый из персонажей четверки так или иначе что-то символизирует из этого. Но Бен Гримм — самый идеальный пример того, что он уже не такой хороший милый мальчик, которым он был. И вряд ли когда-то вернется обратно. При этом надо понимать, что тебе здесь персонажам по праву рождения не представлены вот эти девушки как мебель. То есть у нас есть там приятель Супермена Джимми Олсен, мы обязательно найдем для него девочку, которая будет не такая красивая, как Лоис Лейн, потому что сам Джимми Олсен не Супермен. Но, тем не менее, где-то там. Ну, сестра Лоис Лейн. Да, то есть это такая, где это вот объективизация в прямом смысле слова, потому что женщина — это некий вот этот вот трофей. То есть ты получаешь трофей по собственной привлекательности. Нет, ты получаешь трофей, потому что ты герой комикса. Вот ты герой, у тебя должно быть что-то. То есть девушку никто не спрашивает. Здесь же мы уже говорили о том, что у Сьюс Торн появляется выбор. Немор. Она не просто обречена на Рида Ричардса. У нее появляется выбор. У нее появляется Немор, который как бы предлагает, как бы зовет ее, манит, говорит. И при этом казалось бы, что Немор злодеян, а Рид Ричардс, многие читатели 60-х отмечают в своих воспоминаниях, что Рид Ричардс выглядит очень угрожающей фигурой. И для молодежи 60-х годов, для уже начинающей бунтовать молодежи, молодежью, которая уже вкусила там рок-н-ролла и всего прочего, чуть-чуть попозже вкусит, для них Рид Ричардс – это вот эта отеческая фигура. В комиксе «Фантастическая четверка» фигура отца всегда плохая. Роль отца всегда плохая, потому что отец всегда давит, унижает, давит своим авторитетом, запрещает, закоснелый, неспособный что-то сделать. Фигура отца всегда плохая. Фигура матери всегда хорошая. Мать может понять, мать... Разрешить. Да, у матери есть сердце, она может прочувствовать то, что происходит. Логика Рид Ричардс и сердце Сью Сторма находятся всегда в вечном противопоставлении, потому что тут всплывает еще одна тема, ну ты переключайся на следующий выпуск, чуть попозже у нас это будет. Сью Сторм хочет жить нормальной жизнью, она хочет семью, она хочет детей, она хочет состояться. Рид Ричардс хочет открыть портал в негативную зону. Это все, что он хочет. Ну представляете, он хочет открыть двери в ад. Чтобы посмотреть, как там. Ну и чтобы я открыл. Это важно. А я, знаете ли, что у вас ребеночек в школу пошел, а я портал в негативную зону открыл, там детишки негативные много, много негативных школ. Следующий выпуск рассказывает нам о том, как фантастическая четверка теряет свой небоскреб. С самого первого выпуска Рид Ричардс, человек, который работает на правительство, он серьезный ученый. Чем он зарабатывает деньги? Он занимается обратной инженерией, реверс инжинирингом инопланетных технологий. То есть он получил инопланетную технологию, посмотрел, все, смог сделать. Все, зарабатывает огромные деньги этим. У них есть целый небоскреб, напичканный техникой, всем прочим. А тут оказывается в начале выпуска, что Рид Ричардс все деньги, которые были у фантастической четверки, вложил в акции. И акции прогорели. И все, у фантастической четверки нет денег. Такое могло случиться с Бэтменом, такое могло случиться с Суперменом. Воображаемые истории, в конце которой все бы оказалось хорошо. Вовсе они не потеряли никакие деньги. И на самом деле Бэтмен изобразил, что там, не знаю, Брюс Уэйн изобразил, притворился, что у него нет денег, чтобы поймать преступника. А тут их реально выгнали из дома. Шершерл полдит при смерти. Все, их выгнали из дома. У них нет денег. А тут еще и Немор такой. Ха-ха-ха, ребят. У меня есть деньги. Сью. Сью, у меня хатка. В прямом смысле, бобровая. Бобры постарались. В 10 выпуске авторы берутся за еще одну традицию Серебряного века. Они вставляют сами себя. Вот, мы можем увидеть в углу. Это Стэн Ли и Джек Кирби. Причем, если в комиксах DC авторы вставляют сами себя в комиксы, то эти не стеснялись вообще ничего. Они бахнули себя на обложку. Комиксы DC, вот часто очень в обложке тех времен собираются подборки, типа самые дурацкие обложки. Ну, потому что люди без воображения, они думают, что если что-то необычное, то это какая-то хрень. Ну, что это такое? Мы любим читать серьезные комиксы про серьезных персонажей Дэдпула. Вот Дэдпул, который кишки не наматывает, кишки убивает всех, не убивает всех. Дети такое любят. А когда они видят обложку, на которой флэш с огромной головой, ерунда какая-то. Не может быть такое. Но все дело в том, что марвеловские обложки того времени отличались полностью. В DC не могли понять, чем они отличаются. Они пытались скопировать какие-то элементы. Но дело все в том, что да, обложки DC завлекали каким-то сюжетным поворотом, которого могло и не быть в комиксах, каким-то неожиданным фреймом, чем-то неожиданным. Эти обложки, они не просто завлекали какой-то сценой. По большей части на сцену-то было наплевать. Ну что здесь? Ну доктор Дум, там что-то летает, он или Ричардс какой-то злой. Наверное, что-то там происходит. Невозможно понять, что происходит. Но надписи просто орали. Все дело в том, что у DC надписи были такие. В этом выпуске невероятное приключение Супермена. В этом выпуске невероятное приключение Бэтмена. В этом выпуске 15 новых костюмов Бэтмена. А здесь? В этом эпическом выпуске сюрприз будет за сюрпризом идти. И вы действительно встретите Ли и Кирби в этой истории. Плюс прекрасный пинап невидимой девушки. С вами общаются как с сообщником. Потому что для обычного... Понимаете, с вами журналы вам должен продавать продавец. То есть вы приходите за какими-то конфетами. Пока он вам мешает коктейль, вы выбираете комиксы. Спрашиваете, а что бы купить? Он говорит, вот этот классный. А здесь сам журнал себя продает. То есть вы подходите, и журнал вам говорит, купи меня. Больше того, почему я сказал именно про сообучника? Потому что если обычный ребенок с улицы придет и прочитает вот эту ерундистику на птичьем языке, а какой Ли, какой Кирби? Кто эти люди? Какая Invisible Girl? Она невидимая, зачем мне ее пинап? Типа, какие глупости? Но когда ты понимаешь, что вот это... Это не просто реклама для того, чтобы человек с улицы затащить. Нет, ты же читал предыдущий номер. Ты уже фанат. Ты уже аудитория. Эта обложка обращается к тебе, говорит, слышь, пошли, я тут. Типа, я знаю, что тебе нравится. Пойдем. И самое главное, сверху на журнале написано величайший журнал комиксов в мире. Продано. Нет, так можно... Нет, пожалуй, величайший. Реально величайший. Самое главное, что ты его покупаешь, открываешь, такой, а, да. Они платят эти чеки, да. Вот. И ты покупаешь следующий номер. В 12 выпуске первый крупный кроссовер, достаточно разочаровывающий, но, тем не менее, извещающий нам, что наступила эпоха Марвел, наступила эпоха нового издательства, которое создает свою вымышленную вселенную. До этого вымышленных вселенных практически не было. DC только начали соединять своих персонажей. И весь их багаж до этого, два десятилетия фактического существования издательства, герои эти объединялись очень слабо. Ну и опять же, как объединялись герои? Герои объединялись, поразговаривали, потом разделились по отдельности, похмыстались со злодеем, потом в конце объединились, замочили злодеем. Лига справедливости — это клуб книголюбов. Они вот собираются так, а я, да, вещь Лекса Лютера побил. Ой, как интересно. А расскажи нам. И вот, ну, начинается, конечно, со временем развития. Встречаются герои из разных эпох. Нам сообщают, что есть несколько параллельных миров. А здесь все существуют сразу вместе и стремятся начистить друг другу рыло. Первое, что делают персонажи, когда видят друг друга, дают друг другу в тыкву. Причем не просто так, типа, эй, давай посмотрим, кто из нас сильнее. Нет, обязательно, если какая-то причина, давай друг другу по щам. Мстители появились, потому что собирались дать друг другу по щам. Все встречаются, дают друг другу по щам, и это же... Нет, встреча существа и Халка готовится потрясающе. Все, буквально все говорят существо. А тут, короче, Халк такой есть, тут Халк появился. Интересно, он тебя заборит или нет? Тот, ну, я, конечно, сильный, я его могу победить. Потом он думает, а вдруг я встречусь с Халком, и мне хана. Что ж будет тогда? Ну, и не настала ему хана, конечно, в этом выпуске, но началось. Разные журналы комиксов начали сосуществовать вместе, и, что самое главное, действие происходило в Нью-Йорке, в настоящем городе. Первые два выпуска нам не называли город конкретно, чуть-чуть показывали архитектурки, но потом все упирается на то, что действие происходит в Нью-Йорке. Прямо здесь, прямо сейчас. Там есть Ли Кирби, там выходят комиксы Марвел, все это существует. Вот тут просто маленький пример того, какая бананза из целой кучи различных кроссоверов наступила в ближайших же выпусках. Человек-муравей, сержант Фьюри, снова Халк, Мстители, Доктор Стрэндж, Люди Икс. На первом номере журнала собственного Человека-паука появляется фантастическая четверка. То есть нового персонажа, о котором поступила целая куча писем в издательство, промоутирует главные звезды, фантастическая четверка. Они везде, они повсюду, они постепенно становятся сенсацией. И вот как раз к 28-му выпуску, к 29-му, 30-му, серия разгоняется уже до немыслимых пределов. Еще ни одна серия, которая выходит всего на 3,5 года, не разгонялась настолько. Следующий слайд. А вот сейчас мы будем говорить, чем они отличаются. Они отличаются не тем, что им придумывают какие-то невероятные способности. Они отличаются не тем, что им придумывают какие-то невероятные сюжетные ходы. Все сюжетные ходы фактически, ну, нападение инопланетян, атака суперзлодея. Это все такие более-менее стандартные, типические ситуации. Но тут дело в том, что здесь идет речь о людях, в первую очередь. Супергерой любой, то есть сейчас... Супергерой, начиная с Супермена, не человек. Это фигура над... Сверхчеловек. В прямом смысле не человек. Супермен — это пришелец, который притворяется человеком. Бэтмен — это миллионер, который одевается летучей мышью. Ребенок не миллионер. Ребенок не может себя поставить в его место. Капитан Марвел — мальчик, но он мальчик-сирота, который работает на радио, и говоря волшебные слова, слова превращаются... Перестает быть мальчиком. Да. Превращается в огромную ариасину, которая умеет много чего. А тут ученый, подросток, бывший военный пилот и безработная девушка, которая становится в дальнейшем женой главного героя, ну, вот, домохозяйкой на выданье, которая тоже, судя по всему, занималась наука, и, как мы узнаем, она шарит в компьютерах. То есть она вот чем-то таким занималась. Нам никогда не сообщают в этой серии напрямую, чем она занималась до этого. Они все, а все это могут быть родители, потому что среди родителей много ветеранов войны, много там ученых, все прочее, потому что Америка развивает науку активно. Все это люди, которых можно встретить, и это люди, которые не получили дар небес невероятный, не получили кольцо с неба, в них не ударила волшебная молния, к ним не пришел колдун, и не подарил им волшебные дары. Это люди, которые рискнули своей жизнью и получили свое проклятие, которое они решили обернуть на пользу. И при этом все они надломлены. При этом есть важный момент. Мы недаром сегодня говорим и про Стэна Ли, в первую очередь про Стэна Ли, потому что, когда люди придумывают новых персонажей, они сидят и такие, блин, я хочу придумать персонажа с какими-нибудь новыми суперсилами, люди правда думают, что успех персонажа определяет его костюм, или его имя. На самом деле, успех определяет скорее не что, а как. Потому что, если, ну правда, действительно, это логичный вопрос, а что такого особенного в этих персонажах, если просто на них посмотреть? Даже чудовищ, которая среди них затесалась, ну может быть, это какой-то там, не знаю, зверушка, питомец. Все что угодно может быть. Но когда вы начинаете читать этот комикс, вы понимаете, что эти персонажи, они вообще, то есть они оставляют позади абсолютно все, что выходило в то время. Когда главные герои ругаются, вы в этом можете видеть, вот действительно, вы ребенок. Вы видите, как ругаются Сьюс Торм и Ритт Ричардс, и вы понимаете, что так ругаются ваши родители. Вы видите, как ругаются, человек-факел и существо, вы понимаете, что вас также задирает брат. Но вы все равно его любите, потому что они тоже продолжают сражаться вместе. Вы понимаете, это не просто для вас воображаемый мир. Когда вы смотрите, маленький ребенок смотрит Том и Джерри, он понимает, что этот кот и мышка, они совсем не похожи на кота и мышку в реальной ситуации. И он понимает, что если кота ударить молотком, он не раздвоится и потом не сойдется обратно. Но если ребенок ударит, то это виноваты не Том и Джерри. Вот именно. Но еще один компонент важный. Диалоги Ли, которые он писал, они просто... Вот это нужно читать. Ли писал так, как не писал никто. Это впервые в комиксах. Ну, чуть-чуть было у издательства ИСИ, но там скорее это были даже не комиксы, а просто очень хорошо иллюстрированная проза, в которой изображения могут заменить слова. А здесь это впервые стало литературой. То есть здесь были действительно диалоги, которые работали. Они не были такими же абсолютно, как вы слышали на улице, но они не были голливудскими диалогами с тщательно подобранным каждым словом, где все очень классиво, красно звучит. Здесь действительно, здесь персонажи могли болтать. Здесь персонажи могли заниматься повседневными делами. Формулой успехов комиксов Марвел Стэн Ли называл реализм плюс самые невероятные события. Приземленный реализм. Герои идут в кафе, герои занимаются повседневными делами, герои смотрят телевизор, герои слушают пластинки. Они занимаются повседневными делами и на контрасте с этим они сражаются с космическими угрозами. И все это становится абсолютно осезаемым. Плюс, естественно, Джек Кирби. Джек Кирби в определенный момент фактически становится человеком, который делает всю фантастическую четверку. То есть он получает уже начиная примерно чуть-чуть попозже с 50-х номеров. Он получает чуть-чуть информации о Стэн Ли. Они обсуждают этот сюжет кое-как. И он рисует все сам. Все, он может нарисовать все сам. Стэн Ли только пишет диалоги. Причем часто он пишет диалоги, которые идут в разрез с идеей, которая была у Ли. Об этом мы поговорим чуть дальше. Но тут мы можем увидеть в чем вообще крутость Джека Кирби. Джек Кирби делает объем. Ни одна обложка комикса до этого не была настолько объемной в плане того, что вот у нас есть целых раз, два, три, четыре плана, которых мы видим. Все, это 3D без всяких 3D-очков. Четыре плана, которые бросаются в глаза читателям. Он видит глубину. Плюс Джек Кирби использовал позы. Джек Кирби был первым из художников комиксов, который понял, что вот эта классическая анатомия совсем неинтересна в комиксах, потому что в комиксах интересна динамика. Динамитнее, чем Джек Кирби, еще начиная с Золотого века никто не рисовал. Здесь же он достиг своих высот. То есть, да, он разработал определенный набор поз. Вот почти все мы можем увидеть. Вот мы можем увидеть властную позу. Мы можем увидеть отчаянную позу. Позу мольбы. Да, позу мольбы. И что самое интересное, то есть эта вещь, она, кстати, наблюдается, например, на обложке экшн-комикс номер один с суперменом с машиной. Но здесь это наблюдается вообще просто. Кто он? Кто это? Кто этот непобедимый человек? И человек стоит в позе икса. И просто мгновенно англоязычный читатель считывает, что икс. Все. А еще и справа ему обещают смерть героя. То есть, мало того, это две загадки, причем, поскольку это уже не первые номера, тебе есть дело до этих персонажей. Ты прекрасно понимаешь, что в данной ситуации герой, о котором идет речь, правда, они могут грохнуть героя, к которому ты привык. А возможно, вот этот вот, вот этот вот инвинсиблмен, кто он? Может быть, он новый герой? И он погибнет. Спойлер. Никто из них. Друзья, у вас сейчас 25-й слайд из 46. И у нас времени нет уже. Да, у вас времени до 9 часов, когда мы должны освободить помещение минут 20 максимум. Минут 20, ну мы пробежимся. Давайте разгонимся, да, вот здесь яркий пример великой работы Джека Кирби, потому что Джек Кирби внедрил технику создания коллажей. Вот, пожалуйста, фоном обложки служит коллаж, аккуратно вырезанный из журналов изображения, которые склеиваются для достижения эффекта. Ну, это чтобы показать, что вы находитесь в другом мире, лучше всего просто нет. Это просто эффект. Вот опять же, тот же сарамый 3D без очков, вот здесь вот на... Сейчас ужасно стали популярны, есть целая куча пабликов 2D среди нас, когда в реальные фотографии вставляются нарисованные персонажи из мультфильмов из всего. Джек Кирби делал это еще в 60-е. Причем делал это не как смотреть это искусство, а в комиксе, который выходил многомиллионным тиражом, о котором читали дети. Комикс апеллировал студентам. Комикс никогда не сообщал, что он для маленьких читателей. Стэнли никогда не общался с вот этим дорогие наши маленькие друзья, как у вас дела в школе, ничего. Нет. Он обращался как к своим друзьям, как к своей банде. Он промоутировал издательство как группу. Постоянно в колонках писем и в колонках от Стэна Ли употреблялось выражение «загон Марвел». Так когда-то... Ну, загон, как в бейсболе. Когда-то, давно, такой загон действительно существовал в 40-е. А сейчас никаких авторов в издательстве не было. Бына, один Стэн Ли с печатной машинкой и его секретарша. Все остальные приходили и приносили свои работы. Но он, тем не менее, создавал миф, в котором Марвел — это контора, в которой сидит куча клёвых дядек и тётик, которые создают самые лучшие комиксы в мире. Они все супер-рокенролльные, у них клёвые, интересные прозвища. Печатались вот эти фотографии, в которых вот эти вот немолодые лица, вот Джек Кирби, который стесняется даже фотоаппарата. И написано, что это вот Джоли Джек. Вот. И сразу же апеллирование к читателям. Calamity on the campus, бедствия в кампусе. Всё. Студенты понимают, сейчас действие будет происходить в студенческом кампусе. Фантастическая четвёрка приходит ко мне. В дом просто, да. А после появляется, естественно, у каждого супергероя должен быть антагонист, который представляет его полностью анти-он. То есть должен быть... У нас уже был супер-скрул, который впитывал в себя силы четвёрки. А здесь появляется ужасающая четвёрка. То есть если у вас Лига справедливости, у вас должна быть Лига несправедливости. Общество справедливости, общество несправедливости. Здесь появляется ужасающая четвёрка. И ужасающая четверка, она собрана из второстепенных злодеев, которые до этого появлялись в марвеловских комиксах. Но самым интригующим становится вот эта вот женщина с невероятно длинными волосами, которыми она непонятно за что держится, Медуза. Дальше. Кроссоверы, между тем, продолжаются. Один из самых невероятных сюжетов — это кроссовер с сорвиголовой, который занимает, в отличие от многих других, он занимает сразу два номера. Следующий слайд. Позже происходит так, что фантастическая четверка повержена ужасающей четверкой. Все, они проиграли. Но дальше все становится только интереснее. Потому что в 1966 году запускают телевизионный сериал «Бэтмен». И эта «Бэтмания» захватывает весь мир. И Мартин Гудман говорит, все, нам нужны еще больше новых супергероев. У нас уже есть восемь штук, даже больше. Там некоторые журналы, наверное, для двух супергероев, целая куча супергероев. Героев много, но тем не менее еще не достаточно. Нужны еще, нужны еще, нужны такие, которых было бы здорово куда-нибудь пихнуть на телевидение или куда-нибудь еще. И Джек Кирби придумывает нелюдей. И как раз среди этих нелюдей оказывается медуза. То есть это существа, которые живут среди людей, но на земле, но в некоем тайном убежище, которое Стэн Ли постоянно забывает, как у него называется. И они ведут такой вот королевский, очень даже инцестуальный образ жизни, потому что это там очень странные оговорки насчет того, кто кому какой родственник. По сути, закрытое семейство, которое обречено на какое-то внутрисемейственное опыление. И оказывается, что у них внутри там свои собственные интриги, собственное все. То есть к нам приходит команда героев со встроенными злодеями, по сути, потому что когда на... Приходит невероятная команда супергероев в серию, которые не являются героями. То есть в комиксе немыслимо, чтобы появился персонаж с суперспособностями, который просто бы жил. Он обязательно должен стать или героем, или злодеем, а эти просто где-то там живут. Следующий слайд. Вот, например, лидер Нелюдей Черный Гром стал для маленького Джина Симмонса потрясением таким, что он потом свой костюм в группе Киз с этими вот крыльями основал на своей любимой обложке. Представляете, какое влияние было на ребенка, что он там спустя 10 лет все это еще помнил. Следующий выпуск. Мы подбираемся к... И сразу после Нелюдей. Одновременно с ними в эти же выходные Джек Кирби придумал Черную Пантеру. Но нужно было немножечко подождать. Нельзя было сразу шлепать так, потому что у Стэна Ли была потрясающая идея. Он сказал Джеку, что им нужна огромная инопланетная хреновина, которую будут звать Галактус. Ну, сказал и сказал, сделай. И Джек Кирби придумал историю, что в космосе живет огромная сущность в виде гномика. Ну, вот эта вот сущность вот с этими вот ушами. Очень огромная, которая питается планетами. То есть серьезно просто, как виноградец. Здоровый мужик ест планеты. Это, к слову, что работает не что, работает как. Если вы скажете человеку, что у меня я придумал злодея, здоровый мужик ест планеты, вас поднимут на смех. Это стало одним из самых главных событий в истории индустрии комиксов, о чем мы сейчас разговариваем. Джек Кирби нарисовал ему еще и Геральда, серебряного серфера. Ну, подумал, ну, молодежь, надо придумать... Однотонный мужик на доске летает по космосу. Нет, ну, надо придумать для молодежи героя. Молодежь что любит? Серфинг. Ммм, серебряный серфер. Ну, Джек Кирби такой человек был. У него потом дальше, когда он в DC ушел, у него был комикс «Новые боги», и у него там смерть, это был негр на лыжах. Космический. Ну, Джек Кирби так думал. Вот такой вот он был человек. Так вот, дело-то все в том, что он, когда нарисовал и принес этот Стену Лиз, Стену Лиз сказал, кто это? Я тебе такого не заказывал, почему у тебя голый мужик на доске? Ну, не покрашенный еще. Он говорит, а я серебряный серфер. И по задумке Кирби, вот тут сейчас будет разница между Кирби или... По задумке Кирби и серебряный серфер, и Галактус должны были быть полностью бесстрастными космическими сущностями, которые живут согласно своим функциям. Ну, то есть это понимание Кирби бога. То есть вот он жил вот в еврейской семье, ходил там вот в еврейскую школу, ему говорили, что вот есть бог, который карает, который там казни посылает, и у него вот сложилось. То есть он так понимает бога, как бесстрастную вот эту бесстрастную фигуру, которая несет ужас, но не понимает этого. А Стен Лиз внес в фигуру серебряного серфера нотки человечности. Серебряный серфер стал гуманоидом Нориным Радом, который когда-то, чтобы спасти свою планету от Галактуса, согласился стать его Геральдом и искать для него планеты, которую он может поесть. И эти три выпуска стали просто образцом для кроссоверов дальше, для выпусков, в которых встречаются герои и противостоят какой-то масштабной огромной угрозе, угрозе, равной которой еще не было. Тут было восхитительно не то, что на здании вот Бакстер Билдинг стоит огромный Галактус, и ему все по барабану. И не то, что серебряный серфер летает и пытается учиться там человечности, Алисия ему говорит, что ты человек, ты вовсе не такой плохой, как ты думаешь, ты не бесстрастная машина. А Бен Гримм ревнует. Не слушай Джека. Да. Дело-то все в том, что самое главное там было ожидание. Ожидание вот просто два выпуска проходит красной нитью, что фантастическая четверка понимает, что им нечего противопоставить космическому богу. То есть в итоге... Там Рит Ричардс, он во время своих приключений зарос щетиной, и просто понимая, что скоро Земля конец, он бреется. Вот это, это новая волна кино. Я больше всего. Там есть еще один момент. Это вот все это в комиксах было. Человек-факел возвращается из путешествия в цитадель Галактуса, где он принес девайс, с помощью которого Галактуса нет. Его никто не победил, его просто убедили. Прогнали. Ну как прогнали? Ему сказали, Галактус, не надо, дай слово пацана, что не будешь нас кушать. И он дал слово пацана. А слово пацана законно для Галактуса. Ну представляете, вот холодная война, у нас есть такое оружие, которое может вас уничтожить. Да, так вот. Мы не будем его применять, но у нас есть. У нас 10 минут. Окей. Когда человек-факел оказывается обратно на Земле, у него шок, потому что он видел Вселенную, и он говорит, типа, мы просто муравьи. Мы, и он зациклен на этой фразе. Вот это вам детские супергеройские комиксы. Ребенку показали бесконечность Вселенной. Да, и давай поговорим об этом, ребенок. Естественно, дети, да, дети, они просто пролистывают, такие, о, как муравьи, муравьи, у меня есть муравьиная ферма, классно. Типа, мы как муравьи. Вот. А для студентов, у которых только что было Calamity and Campus, там, все, все, это, типа, это новый мир. Меня понимает картинка, меня не понимают родители, на меня понимает какой-то, какие-то Стэн и Джек, которые рисуют вот это вот. Ну, я думаю, на этом, раз у нас так осталось мало времени, мы закончим. Не будем продолжать дальнейшие темы, потому что они приведут еще к часам разговоров. Если есть вопросы, их можно будет задать по ходу отсюда. Спасибо.